В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Открыто и доступно про медицину прошла очередная встреча руководителей учреждений здравоохранения с жителями. Возникают очень актуальные вопросы, которые мы можем решить сразу здесь на месте. В Видновскую районную клиническую больницу поступило новое высокотехнологическое медоборудование. Сейчас практически, наверное, процентов 80-85 операций мы его подключаем. Иногда не на все этапы, на самые сложные, самые важные. Иногда полностью операция выполняется под микроскопом. Самый сильный полицейский Андрей Ильин стал первым на чемпионате Москвы и области по жиму лёжа. Здесь 40 мы установили, нужно побить теперь свой рекорд 260-280, ну и идти выше 300. В историко-культурном центре прошла очередная встреча руководителей учреждений здравоохранения муниципалитета. С населением жители задали свои вопросы врачам и получили ответы. В муниципалитете встречи жителей с медицинскими работниками проходят ежемесячно уже на протяжении двух лет. Такой открытый диалог помогает врачам своевременно разобраться в проблемах, волнующих население. Возникают очень актуальные вопросы, которые мы можем решить сразу здесь на месте. Некоторые отсроченные, мы их берем в работу и далее связываемся с заявителями, тоже решаем все вопросы. Данные встречи очень нужны как для жителей, так и для нас, потому что на данной площадке мы говорим о нововведениях в учреждения здравоохранения нашего городского округа. В ходе встречи руководителям учреждения здравоохранения были заданы вопросы, касающиеся диспансеризации, записи к узким специалистам и получения льготных лекарств. Самый большой вопрос упустила – выписку лекарства. Я сахарница. Нельзя день в день надо выписывать. Раньше у меня закончились лекарства. Я не знаю почему. Нет. Придете тогда, когда у вас. Но мы же и так один раз получаем. Нет. Лекарственные средства выписываются в зависимости от препаратов. Вы можете выбрать удобное для вас время и дату. Кроме того, для информации, я еще раз повторю, у нас есть удобная для пациентов услуга медицинская. Это получение, выписка льготных лекарственных препаратов путем телемедицинской консультации. Здесь есть и главные врачи, и руководители поликлиник, и всех наших медицинских учреждений. Вопросов очень много. И эти встречи снимают даже некоторые такие вопросы болезненные у людей. Льготное лекарство, дневной стационар, прием врачей. Куда обратиться? За какими-то льготами? Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова подробно рассказала присутствующим о ремонте медицинских учреждений на территории округа и открытии новых. Эти встречи нужны не только тем, кто сидит сейчас по ту и по эту сторону, но и тем, кто увидит нас по телевизору и не знал еще, узнает о том, что такое возможно. На многие вопросы жители смогли получить ответы в ходе встречи. Также получены обращения, были взяты на контроль и будут обработаны в ближайшее время. Наталья Буслаева, Данила Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ. Инновационное медицинское оборудование поступило в Видновскую районную клиническую больницу. Теперь нейрохирурги могут использовать в работе современный операционный микроскоп, который позволяет выполнять все необходимые манипуляции на более высоком уровне. Какие еще плюсы отметили врачи, узнала наш корреспондент Галина Житкова. Нейрохирургия – одна из самых сложных отраслей медицины, что занимается диагностикой, лечением заболеваний нервной системы и ее структур. Высококвалифицированные врачи не только проводят операции на головном мозге, но и приходят на помощь в случае боли в спине, невралгии тройничного нерва и при травмах позвоночника. Нейрохирургом я работаю уже 4 года. Мы выполняем такие операции, как микродискектомия, стенозы позвоночного канала, удаление опухолей, гемангиомы. Вот уже более полугода стационар Видновской районной клинической больницы работает в привычном доковидном режиме. Нейрохирурги проводят операции разных уровней сложности. При необходимости пациентов направляют в центральное отделение маники, но с появлением современного микроскопа возможностей у врачей стало больше. Сейчас практически 80-85 операций мы его подключаем. Иногда не на все этапы, на самые сложные, самые важные. Иногда полностью операция выполняется под микроскопом. Нейрохирургический стаж Сергея Шипелина уже более 15 лет. Использует в работе микроскоп порядка 10. Но применять оборудование такого уровня до этого возможности не было. Каждый раз что-то открываешь для себя новое и глубже понимаешь определенные проблемы, с которыми ты встречаешься не первый год. Современный нейромикроскоп с навигационной установкой позволяет врачам удалить новое образование из труднодоступных мест и провести операцию с максимальной точностью и минимальным травматизмом. Безусловно, мы радуемся каждой, даже маленькой победе, а это, я считаю, большая победа. Когда мы расширяем диапазон наших возможностей, ну и, соответственно, каждый человек, когда выписывается, уходит, урожает свои слова благодарности. Это добавляет еще больше желания помогать людям, помогать всем, кто нуждается в нашей помощи. Новое оборудование стоимостью в 21 миллион рублей поступило в рамках реализации национальной программы здравоохранения. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В усадьбе Тимохова-Саласкина прошла открытая фитнес-тренировка «Дискотека 90-х». Почти 40 девушек и женщин надели яркую спортивную форму тех времен и зажгли под всем известные хиты. Зажигательно, весело, с пользой для фигуры. Открытая тренировка «Дискотека 90-х» собрала почти 40 участниц. Девушки и женщины в ярких спортивных костюмах энергично танцевали и выполняли различные упражнения. И все это не просто в фитнес-клубе, а в старинных помещениях усадьбы Тимохова-Саласкина. Мы решили устроить, что это необычное. Идея пришла провести тренировку в фитнес-формате. Почему 90-е? Потому что это то, что объединяет, то, что восполняется в памяти такими теплыми моментами жизни. Тренировка необычная не только местом проведения, но и спортивной начинкой. Это сразу и аэробика, и силовая часть, и лихие танцы. Такой подход позволяет многократно усилить эффект, что в преддверии нового. Весенне-летнего сезона, конечно же, очень актуально. Мы добавили драйвовую музыку, танцевальные движения. Мы поработали хорошо руками, поработали ногами. Танцевальные движения нам позволили добавить дополнительные тоже лимфатические нагрузки. А так как у нас они были такие броские, яркие, динамичные, что помогает также худеть и выводить жидкость быстрее, с позитивом. За полтора часа интенсивной работы спортсменки потратили тысячи калорий и зарядились отличным настроением. Кстати, многие участницы были одеты в костюмы 90-х, что добавило еще драйва и азарта. Ни минуты не сомневалась, что да, я должна здесь быть. Костюм, конечно же, безусловно, старалась подобрать в этом стиле. Немножечко необычно, но интересно, здорово. Здорово. Наши песни, на которых мы выросли, подпевала, зажигала, танцевала все от души. Очень интенсивно, энергично, зажигательно, как всегда, весело, позитивно. И это такой заряд энергии и бодрости. То есть вот сегодня воскресенье на всю неделю. Подобные открытые тренировки планируется проводить на постоянной основе. Екатерина Коваленко, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ. Капитан полиции из Видного, пауэрлифтер Андрей Ильин занял первое место на чемпионате Москвы и области по жиму лёжа и установил рекорд России в своей возрастной категории. О дальнейших целях и о том, как удается совмещать спорт и работу, узнала наша съёмочная группа. День пауэрлифтера, мастера спорта международного класса по жиму лёжа, видновчанина Андрея Ильина, расписан буквально по минутам. Его тренировки в спортзале в будни начинаются в 5 утра. Час разминка, дальше у нас подводящие подходы. Если это тренировка многовекторная и на обычный жим, и на софт-экипировки, то это 3 часа минимум. Сначала обычный жим, затем мы переходим уже в экипировочную. Постепенно, в сумме больше 3 часов и подсобные упражнения. Бицепс-трицепс, спина. Спорт – это отдых, спорт – это расслабление, спорт – это, знаете, как сказать, релакс со временем. То есть я, когда нахожусь в тренажевом зале, я отдыхаю. То есть мы с тренером вдвоём просто наслаждаемся. Мы отдых, ну, спорт – это отдых. Это просто отвлечение от всего, от внешнего мира. Когда я в спорте, я думаю только о весах, о достижениях, я во всём, то есть я расслабляюсь. Андрей Ильин увлёкся спортом ещё в 90-х, будучи школьником. Но, как это часто бывает, работа, семья и бытовые дела постепенно вытеснили из жизни регулярной тренировки. Вернуться в зал помогла жена. Он говорит, давай бросай всё остальное, надо заниматься спортом. И в одночасье всё бросил, ушёл в спорт. Со 140 я похудел до 105 килограмм. Даже дошёл, где-то было до 99, выступал на чемпионатах. Вошёл во вкус, начал заниматься дальше бодибилдингом. Затем Андрей Ильин увлёкся пауэрлифтингом. И с 2015 года стал регулярно участвовать в соревнованиях уже по этой дисциплине. 11 февраля он вместе с тренером занял первое место на чемпионате Москвы и области и установил рекорд России по жиму лёжа. 240 килограммов в экипировке среди ветеранов. Тех, кому от 45 до 49 лет. Ехали, конечно, мы получать элиту России. Элиту России нужно было пожать немножко на 20 килограмм побольше. Но то ли погода, то ли состояние здоровья. Всё это сказалось. Ну, не пожали мы. 240 мы установили. Нужно побить теперь свой рекорд 260-280, ну и идти выше 300. В нём есть самое главное. Кроме системной монотонной работы, которая годами, он может прийти тогда, когда очень тяжело. Работа, проблемы, семья, ещё что-то. И несмотря ни на что, он приходит. И вот в этом разница между среднего уровня спортсменом и высочайшим уровнем спортсменом. Ну, а в 9 утра Андрей Ильин уже на своём рабочем месте. Инспектором группы дорожного надзора ГИБДД наш герой трудится уже более 15 лет. Интересная работа, скучно не бывает. Каждый день что-то разное. Нет такого, что ретина, допустим, да, одно и то же, допустим, бумаги, то-то, ещё что-то. То есть у нас либо обращение, выезды, много выезжаем, мы смотрим по обращениям, гражданам, много смотрим, где необходимо изменить организацию дорожного движения. В рабочем кабинете капитана полиции также всё напоминает о его спортивном настоящем. Ведь без него, как и без службы, наш герой своей жизни не представляет. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!